Всем доброе утро! Да, электричество! Сегодняшний день Сегодняшний день начинается у нас Вот с этой вот моей песни про электрика Да, и яичницей Да, вот такой вот у меня Незатейливый завтрак, совершенно без всякого Бекона, яичница Ну а о чем я буду с вами сегодня умничать? С утра Ну а видите вы, что завтракаю на своем подоконнике Потому что камин топить некогда На улице сыра и зябка Совершенно не хочется туда выходить с утра Да Поэтому подоконник самое то место Где сегодня приятно подавраться Ну и заодно можно смотреть На мой прекрасный огород Из этого окна Электричество В самом широком смысле этого слова, друзья мои Ну что, что, что Конечно же, если мы будем говорить вот В контексте вот этой песни моей про электрика То здесь, понятное дело, речь идет о том самом электричестве Которая, вот этой искре, которая проходит между людьми Да, между людьми Боже мой, бедный тот герой моего вот этого романа Вот это про электрика Про электрика Он и знать не знает, про какие искры я здесь написала песни Да, друзья мои Моей музой может быть не обязательно девушка Моей музой может быть даже мужчина И даже электрик Да Ну а если вы полистаете мою стену немножечко ниже, где-нибудь на январь То узнаете такую потрясающую историю Что в начале января самых первых числов Сразу же после нового года В моем вот этом трехэтажном доме исчез свет Ну да, и сама-то проводку во всем доме делала лично я сама Вот этими своими руками Но причину так и не смогла обнаружить И мне пришлось пригласить электрика, профессионала Он эту причину обнаружил сразу И надо признаться, что пришел ко мне в дом Вот этот вот действительно вот такой самый настоящий Электрик Вот в таком комбинезоне потрясающем Вот как самый тот герой из вот этого немецкого порно Причину он мне нашел Все исправил Поменял кабель Да, подводки к дому Ага Мы с ним пообщались, подружились Ну в общем он ушел И я написала песню Да Да, написала песню Вот так он стал моей музой Но ничего об этом до сих пор не знает Поэтому про искру Про искру между людьми Что бы я хотела сказать Почему? Почему меня вот Так зажгла эта история Почему, собственно говоря, родилась эта песня Ну, откровенно говоря, я сама не знаю почему Возможно мне понравился его комбинезон Возможно мне понравилось вот это вот сравнение Но когда мы общались с этим приятным совершенно человеком Выяснилось, что он приблизительно моих лет Ведет интересную такую жизнь То есть вот в его лице передо мной просто открылся другой формат жизненный Да, совершенно другой жизненный формат И я вот как-то в него туда погрузилась с головой Вот в эту историю И развила, развила, развила свою фантазию И написала песню Ну, надо сказать, конечно же Я пишу свои песни Не обязательно по следам По следам каких-то историй Или по следам каких-то вот непременных впечатлений То есть здесь я очень часто применяю и фантазию Да, вот как именно в этой песне Именно как в этой песне Да Искра Искра между людьми А я считаю, что вот в этом данном случае С этим электриком, да С которым я, кстати, больше не виделась ни разу После вот того случая Исчезновения света в моем доме Совершенно точно пробежала искра Ну, а иначе как бы могла родиться эта песня Причем искра В нашем понимании всегда это звучит как Искра, это значит какие-то чувства Какой-то такой вот сполох Который непременно должен Нести под собой какой-то такой вот Совершенно эротический даже смысл А я не соглашусь А я не соглашусь, друзья мои Потому что в моей жизни встречались очень многие люди С которыми вот Которым у меня совершенно точно искрило Совершенно точно искрило Но совершенно не в эротическом смысле Да То есть они мне были интересны Они мне были интересны Мне было приятно и интересно на них смотреть Мне было интересно за ними наблюдать Мне хотелось С ними общаться Узнавать о них больше Тянуться к ним Тянуться за ними Да, такое было. Вот это я и называю искрой. Ну а сама-то я искрю бесконечно. Сама-то я искрю бесконечно и вот эти свои искры разбрызгиваю по всему интернету. Ну а через интернет практически в каждый уголок нашей большой страны. Да. И с учетом того, сколько писем я получаю от вас, вот с этими приятными совершенно словами о том, насколько вас заряжает позитивом вот эта вся моя деятельность, я понимаю, что вот эти искры, вот эта моя искрота, вот эта душевная, не пропадает даром и получает отклик. Да, в ваших сердцах. Что мне безумно приятно. Что мне безумно приятно, да. Именно так. С книжных полок смотрел, не любит уже человека. Народ. Именно так, да. С книжных полок вот этот, сейчас в горло ты смотрел, пока этот самый лестник лез на столб и менял ей этот кабель. Электричество в моем доме благополучно работает. Да. И что бы я хотела добавить по поводу еще вот этой искроты. Искроты душевной и эротической в том числе, но у всех бывает по-разному. Ведь мы тоже, когда влюбляемся, вот эта искра тоже у нас искрит между нами. Да, вот ты вот встретил человека вроде как и непонятно что, а вот ты что-то так заискрила, заискрила. Он тебе улыбнулся, ты ему в ответ улыбнулся и вот эти 220 вольт между вами пошло-поехало. В моей жизни так бывало и у ваших тоже. Абсолютно точно, я в этом уверена. Единственное, что я сегодня рассматриваю вот это искры, вот это электричество между людьми в самом широком понятии. Да, именно в самом широком. Так вот. Что? Что? Заискрило. Заискрило, да. Стало там безумно интересно. Стало интересно проникать во возможно вот этот вот внутренний мир вот этого человека, которому вас потянуло. Что? Что? Ну а бывают совершенно разные обстоятельства. Бывают обстоятельства, при которых какое-то проникновение взаимное. Совершенно невозможно по многим причинам. По многим совершенно причинам, да. Ну, допустим, это какие-то огромные расстояния. Ну, сейчас расстояние для нас не помеха, сейчас у нас есть интернет. Ну, а раньше это были письма. Да. Просто обычные письма. Сейчас это вот такое самое непосредственное, очень простое общение. Да, я вот общаюсь тут даже с людьми из разных стран, пишут мне из разных совершенно городов. И все это очень мобильно. Поэтому сейчас этот вопрос решен. Вот этот вопрос как раз таки решен. Но! Но! Иногда получается, иногда случается другая история, при которой вот это вот проникновение становится невозможным. Невозможным. Вот у вас заискрило, вам стало интересно. И вдруг вы поняли, а может быть даже вы и не поняли, возможно, вы даже и не поняли, что происходит на самом деле. Но вы понимаете, что происходит отчуждение. Да, вот вроде бы безумно интересно, вроде бы есть и какое-то безумное притяжение ко всему этому. И может быть даже с эротическим подтекстом. Может быть даже и так. То есть вот широко смотрим на эти вещи, да. Но при всем при этом чувствуете, что идет отчуждение чего-то, что-то где-то там, что-то там не дорабатывает. Возможно, это происходит с эммм. Такие вещи происходят потому, что человек, с которым вас закоротило, назовем это так, да. Настолько необъятен и широк, что вам постичь вот эту всю его вселенную ну просто категорически невозможно. Да, вот вы вроде бы и хотите, а не можете. А не можете. И вот какой-то пласт его с вами коротит, да. Какой-то пласт вот этих вот его мыслей, его каких-то движений, действий и возможно просто его улыбка. Вот это вас коротит. Но как только вы начинаете погружаться все больше и больше и пытаетесь узнать вам, многие вещи становятся совершенно непонятными в его, возможно, поведении, в его жизни, в его вот этом вот мире. А некоторые вещи не просто непонятны, а с некоторыми вещами вы даже просто и не соглашаетесь. Такое тоже бывает. А бывает, друзья мои, наоборот. Человек, с которым вас закоротило, погружаясь в вашу глубокую вселенную, совершенно там теряется. Да. Да, поэтому вот это вот электричество, которое между нами пробегает, пробегает, а оно вспыхивает резко. Обычно это вспыхивает очень резко. Да, вот так вот. И все. И вот вы целыми днями об этом и думаете. Да, ну как же, как же, как же, вот он такой совершенно потрясающий человек. Как бы мне хотелось узнать о нем больше. Это происходит обычно мгновенно. То есть вот гляд, как любовь с первого взгляда. Практически так же, да. Ну, может быть, с третьего. Может быть, с третьего взгляда. Может быть, не совсем с первого. Вот. Поэтому вот как оно зажигается вот так вот быстро, точно так же оно быстро исчезает. Собственно говоря, самое главное, вот это моя мудрая мысль сегодняшнего дня, что быстрое, быстрое вот такое вот проникание очень быстро заканчивается. Очень быстро. То есть быстрая вот эта вспышка очень быстро. Потому она и называется вспышкой, что быстро гаснет. Именно. Именно так. Глубокие какие-то и более серьезные, возможно, интересы к человеку с разных сторон. Совершенно с разных сторон. Но в моей жизни есть люди, которые мне безумно нравятся всю жизнь без всяких разных сексуальных подтекстов. Абсолютно нравятся они мне своей внутренней силой, своей внутренней энергетикой, своей внутренней жизненной позицией. Да. И мне всегда с ними интересно. Мне всегда с ними приятно общаться. Меня всегда к ним тянет. Абсолютно так. Ну просто потому, что вот находясь во время, когда я нахожусь рядом с ними, погружаясь вот в их, вот в их, вот эту вот вселенную необъятную, я обретаю там, где-то получаю подтверждение именно своему существованию правильному. И узнаю много-много нового. И узнаю много-много нового рядом с ними. Да, такие люди существуют. И вот, как правило, вот эта вот глубина, глубина, вот она совершенно никак не связана ни с какими искрами. Да. Вот она с искрами совершенно никак не связана. Ни с какими краткосрочными влюбленностями. Все это происходит с течением какого-то определенного времени, когда вы, погружаясь во вселенную вот этого вам интересного человека, понимаете, понимаете, да, смысл его существования. Понимаете, то есть вы погружаетесь в его мысль, вам понятно ему, его позиция жизненная вам близка и вам очень близко то, о чем он говорит и то, что он делает, да. И где-то вы у него обязательно-обязательно берете что-то новое себе на вооружение. Это вот в обязательном порядке должно происходить. То есть вы приходите вот к этой вот душе, вот к этой душе для того, чтобы чему-то там научиться. Именно так, да, для того, чтобы чему-то научиться. Электрик, звучит. Песенка такая совершенно легкая, да. Вот такая вот вся дама в этом вот огромном доме, без света. Приходит к ней электрик, лезет на этот стол вот с этими отвертками, с этими проводами. Или если искрыть электричество. На этом, собственно говоря, все и заканчивается. Но, но, что хочу добавить в окончании своего этого завтрака. Это искрота все-таки прекрасно, друзья мои. Я все-таки приветствую. Я приветствую все эти вспышки. Даже при всем при том, что они краткосрочные. И очень часто приводят к нас к разочарованиям. Да. Вот мы вспыхнулись, загорелись, пошли по вот этому пути, вот к этому совершенно чему-то новому интересному. Приблизились к нему. Ударились лбами и оттолкнулись. Разбежались в разные стороны. Я в любом случае это приветствую. Потому что любая попытка взаимодействий, это плюсик к карме. Да, это плюсик к карме. Да, именно так. То есть в любом случае это необходимо. Необходимо получать вот этот вот, вот этот самый жизненный опыт, к чему бы это не привело. Да, и какие бы препятствия там между вами не существовали. В любом случае, если заискрило, значит нужно посмотреть, что там дальше. Заглянуть. Заглянуть вот в эту дверь, вот этого коридора, который непременно к чему-то вас выведет. Возможно, он выведет его к вас к небезумному счастью. Но, возможно, покажет вам какие-то возможности, которые вы до сих пор еще в этой жизни не использовали. Поэтому, друзья мои, если искрит, радуйтесь. Радуйтесь. Это прекрасно. Ну, собственно говоря, по такому жизненному принципу я сама и живу. Поэтому, если у меня искрит, то я использую все варианты по полной для того, чтобы узнать, что будет дальше. Ну и так как являюсь человеком творческим, то все эти мои попытки, все мои эти искры, они даром не проходят, они обязательно трансформируются в какие-нибудь удачи песни. Ну, да. Ну, а песня это уже вот такой вот, это уже та вещь, которая будет жить независимо от меня. Вот живет и все. Вот она уже существует, да? То есть я вот вам сейчас тут сижу, стою, вернее, на этом подоконнике завтракаю, рассказываю, умничаю, а песня звучит. И где эта песня звучит сейчас еще одновременно? Возможно, в каком-нибудь Владивостоке кто-нибудь ее сейчас слушает, а может быть, где-нибудь в Новосибирске, а может быть, даже где-то в Лондоне. Да, вот есть у меня друзья и там. Полжизни ждала этого электрика, не поверите. Все сделала в доме сама, каждую розеточку прикрутила. А вот поменять кабель входной не смогла, не смогла без помощи вот этого прекрасного героя Плейбоя. Ой, ну нет, не Плейбоя. Плейбои, герои Плейбои, это девушки, да. Герои из вот этих вот немецких прекрасных, известных нам всем фильмов. Ну что же, друзья мои, всем доброго утра. Да, уж не знаю, каким образом донесла ли я для вас сегодня вот этот вот смысл, свой посыл, да, кому он понятен, кому не понятен, ну а тем, кому не понятен, такие тоже находятся. Вот люди посмотрят и не понимают. О чем я говорю? Вот вроде как их заискрила, вроде как закоротила, вроде как они песней моих послушали, вроде как посмотрели мой вот этот видеоролик, почему я постучала к вам, друзья, сразу «ау, позитивненько», да. Начинают, вроде, попытаться, начинают пытаться посмотреть что-нибудь еще. Вот так наталкиваются на какой-нибудь вот такой вот мудрый завтрак. совершенно не понимают, о чём я говорю. Да, совершенно не понимают. Ну, тут у меня всего хватает. Вот в этой моей личной переписке с разными-разными совершенно людьми я сталкиваюсь с совершенно разными историями. Да. Ну, и истории, когда мне пытаются объяснить, что я занимаюсь чем-то там не тем. Ну, вот эти истории прям даже вы все видите. Да, то есть вот они даже достаточно публично проходят, происходят. Ну, а есть ещё совершенно другие истории, которые не выносятся на публику, потому что я всегда всем говорю, что я предпочитаю личную переписку. А почему я предпочитаю личную переписку? Потому что здесь вот есть где развернуться. То есть мы здесь можем говорить, мы здесь можем рассуждать, мы можем говорить вдвоём, мы можем вот идти вот этим каким-то совершенно коридором своим собственным, находя взаимный интерес вот в нашем этом общении. Именно так, да. Более того, я могу отвечать на те вопросы, на которые, возможно, я не хочу отвечать публично. Ну, а очень часто так бывает, что как только переписка происходит в комментариях под каким-то из моих видео, то вот обязательно встретится какой-нибудь вопрос или какой-нибудь такой посыл, на который не то чтобы я стеснялась отвечать, но считаю отвечать некорректным на этот вопрос публично. Поэтому предпочитаю всегда личные переписки. Да, иногда иногда происходит так, что в личной переписке, возможно, то, что я хочу сказать человеку, я бы тоже не хотела говорить об этом публично. Мне хочется сказать об этом лично. Поэтому я предпочитаю личку. Вот. Ну, у меня существует очень такая широкая, многообразная, вот, там, в этой личной переписке получаются совершенно разные истории. Люди совершенно по-разному реагируют. Как я уже многократно говорила, большинство, большинство приветствуют мои занятия, да, приветствуют все эти мои видео, все эти мои мудрые мысли, смотрят, заряжаются позитивом. Определенная часть писем, а это просто письма, где люди выражают свою поддержку и благодарность, да, вот, просто пишут так, посмотрела, спасибо, зарядилась, пошла на работу, счастлива. Да, именно так. Какая-то определенная часть пытается вступить со мной в какие-то, возможно, диалоги, более углубленные, обширные, да. Это, наверное, вот эта часть мне наиболее интересна, когда мы начинаем разговорить с людьми, с вами, о жизни, да. Когда мы начинаем рассуждать о жизни. Ну, ни для кого не секрет, что вот поговорить о жизни я люблю, собственно говоря, поэтому и снимаю все свои видео. Какая-то часть вот этой переписки посвящена делам, а дел у меня тоже немало, английские куклы, как все видите, да, я принимаю заказы постоянно, поэтому я постоянно и нахожусь онлайн, что я постоянно нахожусь в процессе каких-то ответов, вопросов, вопросов-ответов, задач и так далее. И какая-то часть посвящена, возможно, как раз-таки вот тем самым искрам, да, вот тем самым искрам. А я тут никогда не стесняюсь говорить, что три раза замужем-то я была, но именно главное слово в этом предложении была, а на данный момент совершенно не замужем. Поэтому какая-то часть этой переписки посвящена вот этим вот тем искрам, которые вспыхивают, да, которые вспыхивают, ну, я не знаю, все чаще как-то в одностороннем порядке, причем не с моей стороны, да, но я тоже поднимаю, что это абсолютно естественный процесс, абсолютно естественный процесс. Если ты начал снимать видео, если ты стал видеоблогером, если ты выставляешь свою жизнь на показ, то найдутся обязательно те люди, которые будут обращать внимание на тебя как на женщину, не только как на мыслителя, философа, поэта, преподавателя английского, но обязательно посмотрят на тебя как на женщину, ну, и непременно захотят, чтобы, чтобы вот, ну, то есть, какая-то часть вот этих вот людей вот хочет, чтобы я варила им кофе по утрам. У меня это забавляет, но я не скажу, что мне это неприятно. Мне это приятно, я абсолютно честно говорю, да, приятно, да, приятно, и вот с такими людьми я тоже общаюсь. Не знаю, что я замуж собираюсь, но общаюсь. Всем известно, за кого я собираюсь замуж, да, за Владимира Владимировича Путина. Хочу, не то, чтобы собираюсь, но вы вот замуж за Путина я бы пошла безоговорочно и прям сразу. Вот даже думать бы не стала. Вот только бы он сказал, Вита Витальевна, выходите за меня замуж. Я бы вот, не задумываясь совершенно, сразу же бы дала согласие и даже вот эту свою прекрасную фамилию в Лас поменяла бы на фамилию Путина и была бы счастлива всю оставшуюся жизнь. Да, именно так. Поэтому вот по поводу так моих замужеств, это вот, если вы не Путин, если вы не Путин, да, то может быть я когда-нибудь вам кофе утром и смогла бы сварить, да, но вот замуж-то точно не пойду. Замуж точно не пойду. Итак, друзья мои, сегодня наш завтрак был посвящен вот этой вот краткосрочной вспышке, которая, как правило, вспыхивает быстро и быстро гаснет, но в любом случае, даже если вы понимаете, что так оно и есть в вашей жизни, в любом случае используйте эти шансы, в любом случае используйте и смотрите, что будет дальше. Да, да, про электричество. Всем доброго дня!